Всем привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Приглашаю вас на свою кухню. Для тех, кто не знаком с моим каналом, сообщаю, что мой канал посвящен диетическому, профилактическому и лечебному питанию. Сейчас летний сезон, сезон овощей. И по вашим просьбам я приготовлю блюдо из кабачков. И это будет кабачковая икра. Как в бессмертной комедии Леонида Гайда, Иван Васильевич меняет профессию, икра заморская. Правда, у него она была баклажанная, у меня будет кабачковая. Но баклажан я в эту икру добавлю. Баклажан – это достаточно тяжелый ингредиент, который ограничивается в употреблении многими диетами. И в чистом виде баклажана есть запрещено. Это очень тяжело для желудочно-кишечного тракта. Но в этом случае, в этом блюде, баклажан, первое, будет термически обработан, он будет долго тушиться, поэтому клетчатка в нем размягчится. И второе, он будет перетерт, измельчен и смешан с кабачками. Соотношение кабачков и баклажанов – 3 к 1. То есть я взял 750 граммов кабачков и 250 граммов баклажанов. Добавление баклажана даже в небольших количествах очень изменит вкус, и блюдо получится просто замечательным. Если диета строгая, баклажан можно исключить. И приготовить такую икру только на основе кабачков. Еще для этого блюда мне понадобится морковь и лук. Я взял его для аромата. Это необязательный ингредиент. Я буду его тушить вместе с овощами. Как вариант, его можно целиком добавить в сковороду в процессе тушения. А затем, когда уже овощи потушатся, просто убрать его и не измельчать, не добавлять его в готовую икру. Но я все-таки это сделаю. Лук тоже термически обработается. Острота его пропадет, но сохранится замечательный аромат. Приступлю непосредственно к приготовлению. Морковь и лук я нарежу кубиком. Чем мельче кубик, тем быстрее приготовятся овощи. Тушить их надо, пока они полностью не размягчатся. И лук нарезаю приблизительно таким же кубиком. Я взял небольшую луковицу. Мне нужно добавить немного аромата в это блюдо, чтобы аромат был более насыщенный. Ставлю сковороду на средний огонь. Отправляю в нее нарезанный лук и морковь. Добавляю немного воды. Овощи должны не поджариваться, а тушиться. Поэтому, если влага испаряется, нужно подливать еще. Чтобы ни в коем случае на овощах не образовывалась поджаренная корочка. Накрываю крышкой и начинаю тушить. А пока подготовлю остальные ингредиенты. Теперь займусь баклажаном. Его нужно почистить. Потому что шкурка достаточно грубая. Но и очищенный баклажан будет нежнее. Мякоть его будет нежнее. Обрежу края у баклажана. Нарежу его кубиком. Отправляю баклажаны в сковороду. Можно добавить еще немного воды. Слишком большое количество воды тоже плохо. Важно не переусердствовать. Чтобы икра не получилась слишком водянистой. Овощи еще дополнительно выпустят сок. Накрываю крышкой и продолжаю тушить. Теперь займусь кабачками. Это основа этого блюда. Их я тоже почищу. В принципе, делать это не обязательно. Поскольку шкурка у кабачка не такая жесткая, как у баклажана. И она достаточно легко потушится и измельчится. Но я хочу, чтобы максимально нежная получилась консистенция у моей икры. Ну и самое главное, если кабачки крупные, в них нужно обязательно удалить семена. Я беру молоденькие, небольшие кабачки. Поэтому семена здесь маленькие и удалять их не обязательно. Обрезаю у кабачка края. И нарезаю его приблизительно такими же кубиками, как нарезал все овощи. Ну вот, кстати, смотрите, семечка здесь есть, крупная. Ее нужно удалить. Кабачки я подготовил. Кабачки нежнее, чем морковь, чем баклажаны. Поэтому время для приготовления нужно меньше. Вот как раз пока я занимался кабачками, где-то в течение 10 минут у меня уже баклажаны вместе с луком и морковью тушатся. Теперь можно добавить кабачки и уже тушить все вместе. Вода немного испарилась, подливаю еще по чуть-чуть, опять же, чтобы не переборщить. Отправляю в сковороду кабачки. Перемешиваю. Кабачки содержат много влаги, поэтому после того, как я накрою крышкой, они выпустят ее. И овощи будут все вместе тушиться. Тушить я их буду до того момента, пока они полностью не станут мягкими. Овощи периодически помешиваю, чтобы они тушились равномерно. Поскольку я готовлю достаточно большое количество и готовлю икру впрок, я буду хранить ее в холодильниках, нужно ее подсолить. Соль это консервант, натуральный консервант. Многими диетами употребление соли ограничивается. Это, во-первых, раздражитель для желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, соль задерживает влагу в организме. Поэтому людям, например, у которых гипертония или которые страдают повышенным давлением, вообще соленые продукты ограничиваются максимально. По общему правилу нужно употреблять не более 6-8 граммов соли в сутки. Это примерно чуть больше одной чайной ложки. Но соль мне все-таки понадобится, чтобы икра эта хранилась. Поэтому тут важно соблюдать баланс. Если вы готовите небольшое количество, то подсаливать можно совсем немного. Если вы все-таки готовите впрок, то соли можно добавить немного больше. Я беру приблизительно половину столовой ложки соли на 1 килограмм овощей. В процессе приготовления пробуйте. При необходимости добавьте еще немного соли. Если нет жестких ограничений в количестве потребляемых кислот, для цвета в икру можно добавить томатную пасту, а для стабилизации цвета лимонный сок. Перемешиваю и продолжаю тушить под крышкой. Я подготовлю вот такие баночки, в которые буду укладывать икру. Эти баночки я сейчас стерилизую, обдам кипятком. И покажу один прием, который позволит увеличить срок хранения этой икры без химического воздействия на продукты, то есть без добавления каких-то дополнительных консервантов. Сверху просто добавлю немного растительного масла подсолнечного рафинированного, чтобы образовалась пленка и икра эта дольше хранилась. Конечно, диетой рекомендовано употреблять максимально свежие продукты, но не у всех есть такое количество свободного времени, чтобы готовить себе на один прием пищи. Я считаю, что домашние продукты, приготовленные, гораздо полезнее, чем продукты магазинные, поскольку на производстве сначала производят продукт, потом его доставляют в ритейл, отправляют в магазины. Все это влияет на сроки, поэтому срок годности магазинных продуктов, как правило, достаточно высокий, потому что туда добавляют консерванты. Домашние продукты этих недостатков лишены. Конечно, долго хранить в холодильнике такую икру не стоит, но если вы банку открыли, перемешали, то такой продукт нужно употребить в течение 2-3 дней. Заливаю баночки кипятком. Крышки тоже. Ну вот уже овощи стали мягкими. Для аромата добавлю немного сушеного чеснока, буквально 1 треть чайной ложки. Это необязательный ингредиент, он нужен для аромата. Даже этого небольшого количества будет достаточно для того, чтобы блюдо преобразилось. Накрываю крышкой и тушу еще в течение примерно 5 минут. Измельчать овощи буду в стационарном блендере. Измельчить их можно блендером погружным или вовсе не измельчать. Тогда у вас получится вот такими вот кусочками икра. Но мне хочется все-таки довести ее вот до такого классического состояния, которое мы привыкли ее видеть. Вот ту самую заморскую икру. Перекладываю тушеные овощи в чашу блендера. И измельчаю в однородную массу. Сильно измельчать не нужно, чтобы не получилось пюре. Икра должна сохранить структуру. Перекладываю икру в стерилизованные баночки. Вот прям вот так наливаю. Остальное оставим для дегустации. Постукиваю, чтобы вышел из баночки лишний воздух. Сверху поливаю растительным маслом, чтобы оно полностью покрыло икру. Вот так вращаю, чтобы получился равномерный слой. Закрываю крышкой плотно. Дам остыть и затем уже уберу на хранение в холодильник. Замечательная домашняя икра. Намазываю ее на кусочек белого хлеба. Очень вкусно, полезно и легко в приготовлении. Просто замечательно. Ну и конечно же, это очень удобная заготовка, которая сэкономит вам время и позволит питаться хорошей диетической вкусной пищей. Такую икру можно намазать на хлеб, сделать с ней бутерброды. Ее можно использовать как гарнир. Ее можно добавлять в блюдо в качестве соуса. Отличный диетический рецепт. С удовольствием я с вами делюсь. И благодарю всех за внимание, за время, которое вы уделили моему каналу. Всем желаю крепкого здоровья, успехов, питайтесь правильно и получайте гастрономическое удовольствие от еды.